ребята всем привет очередной обзор инструмента импортозамещение скажем тогда сегодня как и обещал мы будем работать с рамкой для закатывания да скажем так двойного стоячего фальца с первого фальца и 2 до это универсальная рамка вот и карнизная рамка вот это когда подводите закапельник карнизный либо там конек когда вентилируемые делаете либо речный фальц такая рамка нужно вот ну то есть она ускоряет процесс во много раз больше чем если вы это будете делать каким-то гибарями да вот для сравнения сегодня есть рамка рау нержавейка вот и есть по моему то рамка йота говнище еще то ну она речный фальц делать ей практически невозможно она все время соскальзывает то есть когда вы ставите на конек обжимаете или там карниз или речный фальц то когда вы пытаетесь обжать он все время пытается уехать то есть у вас с этой рамкой получается что вы постоянно должны его в ту сторону как бы ну тянуть и зажимать то есть ну геморрой короче вот я ее как-нибудь наверное кому подарю можешь подписчикам канала может быть кому-нибудь другому ну короче я от нее избавлюсь купил свое время после и ну по ошибке думал что нормально оказалось что говнище вот данный момент рамка рау нержавейка нержавейка не обязательно это такое уже знаете у кого денег много скажем так тут покупать вот мы также опять посмотрим стоимость нержавейка рамка стоит 57 57 600 вот такая вот карнизная рамка сейчас покажу карнизная рамка 33 600 вот один в один практически сразу сделано на самом деле они копировались славу весит инструмент но что-то свое добавлялось вот такая обычная рамка для двойного не но из нержавейки стоит 36 по моему что такое вот а вот для двойного 40 800 вот такая вот рамка стоит магазине во лайн вот есть еще рамка картина это второй номер есть еще первый номер сейчас я вам покажу как она выглядит я ее у саша не взял потому что ну лично я ей не пользуюсь вообще вот она эта рамка 33 600 стоит кстати вот это вот рамка рау стоит 33 600 тоже вот такая вот рамочка для первого подгиба я ей не пользую мне такая рамка была и короче ну в работе на мне вообще никак не пригодилась она лежала в гараже там несколько лет потом я подарил володе нашему кровищу и сейчас они тоже лежит в гараже ненужная то есть я ее не взял на обзор она тоже у саши есть как бы ну потому что я и не работаю кто-то работает то есть это тогда когда вы допустим на подводке делайте целую грядку картин и в последнюю очередь сделайте подводку за карнизной капель тогда да она может вам пригодится и сразу большую линию гнешь а так в остальном ну лично я вот к этой рамки как-то но это вначале работали с ней но потом как то этот все положили она появилась вот кому нужно будет рамка это ну позвоните александру и возьмете чтоб не привык потому что я знаю там пусть им витя он не работает постоянно ну кто как как привык короче вот и давайте сейчас я покажу как ими работать вот я надумаю что многие знают вот ну на видео покажу и писал мне человек в комментариях до звать его виктор рейпин хотел посмотреть как закроет картины откатная рама откатные рамка давай тогда я откатаю картину вот и ее же мы за пальцуем как-то так а и еще наверно заметили уже да есть коробочка посылочка пришла он сегодня забрал не скрывал в конце ролика вскроем посмотрим что там если это какой-то инструмент мы этим инструментом что-нибудь сделаем вот а пока давайте прокатаем картину я это сделаю конечно же вы тут быть ускоренной съемки смотреть картина 435 прокатаем бендером с прошлого ролика вот мне он очень понравился единственный момент шкала которого есть за линейка надо держать ну приновить скажем тогда этому шкале смотреть а так в целом все хорошо так ставим 9 миллиметров и поехали а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Картина прокатана. Идем ее монтировать. Кажется, дальше собирается. Так, ребят, картину занесли. Напоминаю, что я здесь работаю один. Все в одного. Поэтому давайте поставим ее. Так, карнизная рамка. Так, и начинаем сначала первые фальцы. Абсолютно так же, как и заводской идет. Вот эта вся сторона, я делаю этой рамкой, зажимал. Вот, и она мне, скажу честно, понравилась больше, чем нержавейка. Вот, чем, скажу, чем по позе, если не забуду. Отлично идет вообще, без всяких проблем. Не царапает. Пытаюсь спешить. При закатке стараюсь меньше наступать на картины, ходить по ним. А вот, то есть минимально хождение по крыше. А что ты? А что ты? Сейчас проставлю быстренько кремера. Вот, и потом займемся уже подводкой, где будем работать. Карнизная рамка тоже. Такой момент. Некоторые спрашивают, как добиться такой, ну, скажем так, ровно. Чтобы было все ровно. Одним из нюансов этого, чтобы картины более-менее прямо лежали, не волнило. Это сначала закатывайте фальц сразу вдвойной и только потом ставите кремера. Кремера я ставлю через 40 сантиметров, через те доски, грубо говоря. 30-40 сантиметров или 40-50. Тут тоже, я не знаю, в каких местах, на фронтонах больше. Там гидро и у травы и нагрузки, там клемера ставится больше, чаще. Разделительного слоя здесь нет. То есть на обрешетке. Заказчик покупал сюда эту мембрану. Он должна была здесь быть. Но потом он решил здесь стены утеплять. Сначала это был просто навес под машины. Потом решили сделать здесь по стенам утепления. Ну и пленка эта мембрана, которая должна была лежать здесь, на обрешетке. Как разделительный слой пойдет на стены. Ну, так тоже можно. Я еще раз повторяю, что разделительный слой в таких скатах где 25 градусов, он как бы рекомендательный характер несет. Необязательный. Но с ней лучше. Спора нет, когда она есть. Есть ролик на канале про разделительный слой. Там я все плюсы рассказываю. Так, и слоя. Так. Инструмент. Формирование сопряжения с карнизом и светом есть тоже на канале. Что же просмотров 1450 наверное. Давайте здесь тоже покажем. По-быстрому. Есть вот такие вот шаблоны. Мысика. Вот. У меня ролик есть на канале. Это делает ППК. Киянки, бзотборники и такие вот вещи, шаблоны. Ссылку оставлю в описании на этот ролик. Можете пойти посмотреть. Сейчас я это делаю, сопряжение и потом покажу вам поближе сам фальц. как загнуло, что нет царапин, все идеально. Так вот, как я сказал ранее. Что первая карнизная рамка, она нужна вот чтобы ее как раз подсунуть и завернуть на 90 градусов. Загибать всю эту линию. Вот. Я пользуюсь обычными гибарями по месту. Вот. Поэтому мне эта рамка просто не нужна. Вот. И беру уже карнизную рамку и загибаю. Все сделано. То есть она ничем отличается от штуба или рау фирмы импортных. Один в один все сделано. У Володи там в ролике, где вен конек. Такого же формата рамка. Тоже самое. Брали у Александра еще два года назад. И до сих пор она работает нормально. Вот. На коньках. Ну вообще в любых местах. Я вот лобовую здесь сделал. Здесь я обжимал. То есть ну. Она нужный инструмент. В отличие скажем от первой карнизной рамки. Где в принципе можно обойтись. Да. То вот это вот желательно и иметь. Конечно можно взять там ну. Те же самые гибари. Линейку поставить. И постараться ну вот так вот прогибать. Ну это такое. Тоже можно обойтись. Но если делаете конек. Длинный какой нибудь. И все это гибарями обжимать. Вы просто ну. Устанете быстро. Поэтому. Лучше этот. Лучше взять. Та. Лучше. Та. 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 все отлично давайте покажу поближе кровля сама вот так она выглядит простая двускатная крыша я по ней ничего нет особого не снимал вот потому что все что здесь сделается есть уже в роликах ранних есть по лобовой части есть желобу как монтировать картины вент конек это все на канале есть можете посмотреть значит вот этот фальц и получается из-под станка так загибает царапин ничего нету каких-то мятин вот-вот который бендером откатали фальц жабжатый нажимает плотненько хорошо и тоже без царапин этот весь скат я сделал зажал именно ты ты вот рамкой а вот поэтому так вот и сейчас пойдем сделаем выводы итак ребята подытожим поводу рамок рау рау стоит 40 тысяч до рамка это стоит угадайте пять раз дешевле больше чем пять раз дешевле 6000 рублей карнизная рамка стоит в магазине 33 600 у саши стоит 4 500 представляете вот я через посмотрел здесь еще рамки не рау а есть еще штубай да так вот карнизная штубай стоит 24 600 для закатки сейчас скажу найду ее вот 27 120 то есть опять же пять раз дешевле все инструмент хороший рекомендую обращайте к саше телефоны будут в описании и в первом прикопленном комментарии то есть я буду работать этими рамками и этим бендером великолепно вот будут еще обзоры на другие бендеры там есть со скошенными роликами разные всякие длинные диска бендер это все саша уже сказал шанове чтобы обзор чтобы все это подготовил и позже через несколько дней там и на них обзор тоже сделаю и также на размотчики вот так что обращайтесь к саше звоните заказывайте хороший инструмент не отличается от импортного вот но в пять раз дешевле вот это для я эти ролики делают для кровищиков вот чтобы кровищик если хочет себе скажем такую крышу двускатную сделать сам он может приобрести инструмент в пять раз дешевле вот ну а теперь давайте как и обещал посмотрим что в этой посылке шла она из республики беларусь мне в комментариях спрашивали о поводу когда бендер делали обзор что это готов саша беларусь который бендеры делает или нет я говорю нет это саша беларусь тоже делать бендеры делает фомичи помечу листогиб кто не смотрел ссылка будет в описании вот и ну посмотрите короче листогиб помечет от топ короче листогиб с моей точки зрения и всех этих маленьких листогибов которые есть на рынке их уже несколько несколько ну посмотрим что у нас посылочки пришло это посылочка от этого саша беларуса я конечно догадываюсь что там находится вернее даже знаю о панки до маленький бендер на 15 сантиметров так рычажок у него такой вот интересный надо еще разобраться как она все сюда включивается о ходит хорошо и заметьте здесь скошенный ролик но на этом бендере нету линеечки вот очень почему такой маленький именно на 15 сантиметров когда допустим подводим картину к яндове да вот или на фасаде работаю чтобы подгиб сделать раз таки вот на три сантиметра выставил откатался дерг на месте удобно и уже за планку там или на лобовую работаете клубовой короче это вот инструмент я можно все по месту делать сразу не на столе а по значит попробуй с ним загнуть тоже да да какой-нибудь кусочек металла мусорки поищу царапанный за фасмаченный что им сделать давайте попробуем откатать им фальц двойной двойной замок ну для этого нам надо иметь линеечку да так 45 миллиметров сейчас мы выставим как бы это сделать давайте нарисуем 45 миллиметров выставим бендер конечно двойным бендером двойным именно делается быстрее катается и как бы удобнее да но и одинарным бендер можно тоже 45 откатали теперь сантиметр я так на глаз короче вроде попал любому бендеру надо привыкать и выставим чуть больше с размерами конечно не могу этот как его здесь обломаться и замок получится не по размерам но так чисто для пробы здесь мало замок получается совсем не по размерам но нам надо посмотреть как он катает тут сейчас замечаю очень такую непонятную фигню что фальц разворачивает смотрите при прокатке второго пальца это почему-то разворачивает но наверное того что я выставил неправильно что то давайте попробуем еще раз я говорю к любому бендеру надо привыкнуть к любому еще раз пробуем так прокатали но этот бендерами а по-любому катать двойные фальцы не буду я буду катать двойным бендерам в любом случае потому что это удобнее и удобнее с и быстрее то что нет линеечки небольшой минус все время не попадает то больше то меньше делаю нет нет не пойдет он еще меньше это кстати бендер мне саша белорус подарил на день кровельщика на день кровельщика на день кровельщика и пробую все по повороте все по повороте все по повороте на день кровельщику еще один ну тяжелее чем двойным тяжелее чем двойным катается вот но он мне не для этого будет он чисто будет для подводки вот на месте прокатал задерг у картины и поставил можешь как нему следующих роликов я вам покажу вот прикольно саш спасибо тебе за этот бендер вот будем работать в любом случае она к нему еще привыкнуть вот как то так на этом все всем пока обращайтесь к александру которая делает рамки инструмент бендеры тоже делает как и саша белару сделает бендеры тоже разные двойные и одинарные и фомичи а вот фомич вообще вообще сказка вот звоните заказывайте и работайте в удовольствие все всем пока до скорых встреч